Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Обсудили программу поддержки инициатив населения. Глава города Елена Лапушкина провела заседание Совета муниципальных образований Самарской области. С начала года в Самаре произошло несколько крупных бытовых пожаров. Что такое пожарные извещатели? Как он помогает уберечься от огня? Как вести себя, если ты или кто-то рядом провалились под лед? Сотрудники МЧС провели для студентов речного техникума инструктаж о правильном поведении на водоемах в зимнее время. На этой неделе в Самаре почтили память воинов-интернационалистов. Губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, представители ветеранских общественных организаций и юнормейцы в Самаре возложили цветы на площади памяти. Дата выбрана не случайно. 15 февраля 1989 года последние колонны советских войск перешли реку Амударью и окончательно покинули территорию Афганистана. Напомню, боевые действия в Афганистане продолжались 10 лет и по официальным данным унесли жизни 15 тысяч соотечественников. На Самарской земле всегда чтут и помнят героев, всегда верны своему отечеству. Я отдельно хочу поблагодарить ветеранские организации матерей, которые сегодня поддерживают, помогают добрым словом и реальными делами семьи военнослужащих, которые потеряли своих близких. Обсудили программу поддержки инициатив населения. Глава города Елена Лапушкина провела первое в этом году заседание Совета муниципальных образований Самарской области. Ассоциация сопровождает реализацию губернаторского проекта «Содействие». За 6 лет на конкурс поступило более 1800 заявок. Из них свыше 900 были реализованы. Сколько проектов представлены к исполнению в этом году и по каким программам начнется их реализация, выяснила Ольга Павлова. Обсуждение важных для города и области вопросов начинается с реализации программ по поддержке инициатив населения. Ассоциация муниципальных образований во главе с председателем главой города Еленой Лапушкиной сопровождает реализацию губернаторского проекта «Содействие». В 2021 году по рейтингу научно-исследовательского финансового института Самарская область заняла третье место в России по количеству реализации проектов и инициативного бюджетирования. Это когда граждане вовлекаются в процесс и сами управляют бюджетом территории. В фокусе местная инфраструктура, благоустройство территории, ремонт дорог, организация освещения, водоснабжения, спортивные площадки и многое другое. Лидерами по количеству заявленных общественных инициатив за все время реализации губернаторского проекта стали Ставропольский, Похвестневский, Безенчугский районы и городской округ Тольятти. Лидерами по количеству реализованных общественных инициатив за время реализации проекта являются муниципальный район Шанталинский 59 проектов, Тольятти 58 проектов, Похвестневский район 53 проекта и муниципальный район Исаклинский 50 проектов. За шесть лет на конкурс поступило более 1850 заявок. Из них свыше 962 были реализованы. 1 ноября прошлого года завершился прием заявок для участия в осеннем конкурсном отборе общественных проектов на 2023 год. На рассмотрение в комиссию поступило 200 инициатив, из них лучшими признаны 94. До конца февраля идет прием заявок на весенний конкурс общественных проектов. Имейте это в виду и готовьте правильно свои заявки. На это будет обращаться внимание. Мне очень хочется, чтобы каждый муниципалитет получил возможность развития в рамках этого проекта, благоустраивал свою территорию. И для того, чтобы вы были победителями, конечно, надо грамотно готовить свои проекты. Стоит отметить, что теперь учитывается не только преемственность развития территорий, но и их комплексное развитие. Повысить рейтинг заявки поможет участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» и государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». При подготовке конкурсной документации для участия в губернаторском проекте содействия необходимо ориентироваться на наиболее значимые потребности жителей. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Соблюдение регламента уборки, санитарной обработки и технического обслуживания общественного транспорта остается одним из приоритетных направлений деятельности самарских перевозчиков. Как в Северном депо на улице Фадеева трамваи готовят к рейсам и на что обращают повышенное внимание, узнали наши корреспонденты. После рейсов самарские трамваи прибывают на водные процедуры. Вагоны моют сначала снаружи специальными автоматизированными щетками. Там, где они не достают, специалисты выполняют мойку вручную, после чего приводят в порядок салон. В каждом депо ежесуточно дежурят бригады до семи человек. С наступлением весны во время месячника по благоустройству будет задействован дополнительный персонал. В период респираторных заболеваний учащается санитарная обработка салонов хлоросодержащими средствами. Не только в ТТУ, но и во всех транспортных предприятиях города. Никто не снимал с повестки вопрос о антиковидной обработке салона. Все наши хлоросодержащие препараты по-прежнему используются. Выполняется протирка поверхностей, которые входят в контакт с пассажиром. Это спинки сидений, это поручни, это санитарная обработка пола производится. Затем вагоны проезжают, если нужно, к бригадам механиков. Они при необходимости меняют расходные детали, чинят неисправное электрооборудование и следят, чтобы на линию выходили абсолютно готовые к работе вагоны. Трамвай все на улице выпускается исправно. Но понятно, что это железка и она всегда может сломаться. За всем все это смотрится и проверяется. Проверяется все, что нужно посмотреть. Особенно это касается тормозной системы. Работаем в зимний период печек. Все трамваи проходят ежедневный осмотр. В ходе тех осмотров приводят в порядок и трамвай, у которых на крыше образовался серый налет. Возникающие следы графитовой смазки оттирают с помощью керосина и других специальных химических средств. Обязательный полный технический осмотр каждый вагон проходит раз в месяц. В планах ТТУ еще и модернизация старых вагонов. Постепенно в ходе реализации данной программы смогут ремонтировать до 10 трамваев в год, что со временем также улучшит работу транспорта. Помимо этого, в текущем году планируется приступить к реализации программы модернизации трамвайных путей, рассчитанной на 5 лет. Стоит также отметить, что на уровне правительства Российской Федерации рассматривается вопрос закупки еще 34 вагонов для Самарского ТТУ. Кроме того, до 1 июля текущего года парк ТТУ расширится. В город доставят 12 новых вагонов. За ними следить на предприятии будут также пристально и внимательно. С момента получения, приемки и первой обкатки и в дальнейшем при работе на линии. Чтобы продлить срок их службы и обеспечить комфорт и безопасность пассажиров и перевозок. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. С начала года в историческом центре Самары произошло уже несколько крупных бытовых пожаров, один из которых унес человеческие жизни. По словам сотрудников МЧС, в 80% случаев возгорание в домах происходит в ночное время, когда люди спят, не чувствуя запаха дыма. Наш корреспондент Анатолий Головко выяснил, как уберечь себя и своих близких от беды. Неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации и установки печей. Ветхие электросети и детские шалости – основные причины возникновения крупных бытовых пожаров, которые несут за собой разрушительные последствия и отнимают человеческие жизни. Согласно статистике, предоставленной региональным МЧС, львиная доля возгораний приходится на частные жилые дома. Зачастую люди не могут своевременно обнаружить пожар и принять меры для его ликвидации. Стоит отметить, что современные материалы, из которых производят элементы отделки жилых помещений и мебель, при горении выделяют большое количество опасных для человеческого организма газов, что чаще всего и приводит к трагедии. Технологии не стоят на месте и предлагают инструменты, благодаря которым можно решить практически любые вопросы. Безопасность дома возможно обеспечить за счет установки нехитрых автономных приборов – пожарных извещателей. По словам сотрудников МЧС Самарской области, эти устройства уже доказали свою высокую эффективность. Принципы их работы достаточно просты. Принцип работы данного извещателя заключается в том, что он улавливает продукты горения, после чего подается звуковой сигнал, способный оповестить и разбудить людей, находящихся в жилых помещениях. Звуковой сигнал, который у нас примерно составляет 80 дБ, способный своевременно оповестить, так сказать, и даже разбудить людей, находящихся в помещении. Житель Самары Евгений Пахомов уже давно установил себе пожарный извещатель в квартире. Компактный прибор располагается прямо в коридоре над холодильником. Мужчина уверен, что спать, имея в доме подобную систему, можно спокойно. В региональном МЧС отмечают, что автономный извещатель рекомендуется устанавливать не только в жилых домах и в квартирах. Обратить внимание на прибор стоит и владельцам дачных участков. Кроме того, систему могут обеспечить надежную защиту в производственных, складских и офисных помещениях. Сотрудники профильного ведомства напоминают, что пожар всегда легче предотвратить, чем потушить. Об этом не стоит забывать. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Соблюдение безопасности и правопорядка. На эти цели направлены основные усилия УФСИН России по Самарской области. Итоги работы ведомства за прошлый год обсудили на расширенном заседании коллегии регионального управления Федеральной службы исполнения наказания. В работе приняли участие начальники структурных подразделений, руководители уголовно-исполнительной системы, их заместители, а также представители регионального правительства общественного совета при УФСИН, прокурор, начальник Минюста, уполномоченный по правам человека. Более 16 тысяч человек содержатся в подразделениях уголовно-исполнительной системы Самарской области, в том числе 2,5 тысячи подозреваемых и обвиняемых, почти 6 тысяч осужденных и более 8 тысяч осужденных без изоляции от общества. Данные озвучил временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Самарской области Евгений Заярко на расширенном заседании коллегии регионального управления Федеральной службы исполнения наказания. В прошлом году основные усилия ведомство направляло на соблюдение безопасности и правопорядка. В прошедшем году оперативная обстановка в учреждениях оставалась управляемой, недопущено групповых неповиновений, массовых беспорядков, захвата заложников. Главная задача, стоящая перед подразделениями охраны, выполнена. Побегов осужденных из-под охраны и приковыриваний недопущены. Количество раскрытых преступлений в 2022 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 22%. На 40% выросло количество раскрытых тяжких преступлений. Пресекли 15 попыток доставки в исправительные учреждения наркотиков. Из незаконного оборота изъяли более килограмма наркотических средств. Были найдены свыше 200 человек, которые находились в федеральном розыске. Возбуждено уголовное дело по факту вербовки осужденных к участию в террористической деятельности. Продолжается борьба с поступлением в исправительные учреждения средств сотовой связи. За попытку передачи осужденных запрещенных предметов задержано 93 гражданина. Из них 11 человек привлечены к уголовной ответственности, 49 человек – к административной. Общая сумма штрафов составила 169 тысяч рублей. Часть материалов находится в судах на рассмотрении. Более 2000 заключенных в прошлом году получили рабочие профессии по 32 специальностям. 1264 человека обучаются в школах, 8 осужденных дистанционно получают высшее образование. 756 осужденных получают пенсии и социальные пособия, в том числе 580 по инвалидности. Для решения вопросов трудоустройства в исправительных учреждениях функционируют 12 центров трудовой адаптации осужденных. Основные отрасли – производство строительных материалов, изготовление швейных изделий, производство мебели, металлоконструкций, выращивание и переработка сельскохозяйственной продукции, изготовление моющих средств, выработка и передача теплоэнергоресурсов. В этом году стоит задача продолжить дальнейшее развитие промышленного сектора, создание дополнительных рабочих мест, освоение новых видов продукции, востребованной на внутрисистемном и региональном рынке. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Перешли реку на лыжах и узнали правила безопасного нахождения на водоеме. Сотрудники МЧС провели для студентов речного техникума открытый урок, во время которого учащиеся получили инструкцию о правильном переходе рек и озер в зимнее время. Узнали, как оказывать первую помощь и как вести себя, если провалился под лед. Вместе со студентами на лекции побывал Михаил Ермоленко. При переходе на лыжах что следует сделать? Отстегнуть крепление лыж. Следует сбросить веревки с кистей рук, которые на лыжных палках, соответственно, находятся. А также перекинуть рюкзак или сумку на одно плечо, чтобы вовремя скинуть с себя весь балласт. А чтобы помочь выбраться человеку из-подо льда, можно использовать подручные средства, например, шарф. Благодаря, казалось бы, простым советам, можно не только спасти жизнь себе, но и вовремя оказать помощь пострадавшему. Об этих и других правилах безопасного нахождения на воде сотрудники МЧС рассказывали студентам речного техникума. А чтобы сделать открытый урок интереснее, спасатели вместе с ребятами вышли на лыжах на реку Самару. Профилактические рейды сотрудники ведомства проводят еженедельно, в том числе и в школах региона. Отмечают, что такие лекции приносят свои плоды. Мы не так давно работали в школе, в подъем Михайловки, и там молодой человек говорит, а я спасал вот уже, да? То есть провалился под лед его друг, а я вот оказывал помощь, я ему кинул шарф, я вот так спасал. Но это все закончилось на таком местном уровне, он спас, и все, до взрослых эта информация не была доведена, следовательно, мы тоже об этой ситуации не знаем. Во время профилактических рейдов сотрудники МЧС рассказывают учащимся о безопасности на воде как в зимние, так и в летние периоды. Вместе разбирают разные случаи спасения, раздают памятки, отвечают на вопросы. По данным ведомства, с ноября 2021 по март 2022 произошло 8 происшествий. К концу прошлого года цифра увеличилась практически в 10 раз – 89 несчастных случаев на водоемах. Погибли 60 человек, в том числе трое детей. 75 пострадавших удалось спасти. Поэтому важно проводить уроки безопасности ежегодно, каждый сезон. Все для того, чтобы печальная статистика происшествий не пополнялась. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. 20 февраля истекает срок, в течение которого порядок приема на обучение по программам бакалавриата и специалитетов в вузах должен быть приведен в соответствии с новым законом. Подробности нам разъяснила адвокат Марина Жирова. У нас заканчивается срок, в течение которого вузы Российской Федерации и все высшие учебные заведения должны были изменить свои программы приема студентов в учебные заведения с тем, чтобы предоставить льготы в пределах установленных государственных квот для детей и участников специальной военной операции. То есть после 20 февраля в документах, локальных нормативных актах любого вуза должны быть прописаны порядок предоставления таких льготных мест, количество и список тех документов, которые должны лица предоставить для того, чтобы попасть. И должны быть эти документы доступны для всеобщего обозрения. Юные таланты с оригинальным взглядом. В Самарском областном художественном музее прошла встреча с победителями конкурса творческих работ, которые организовала городская общественная палата. Под руководством опытных педагогов ребята нарисовали пейзажи и натюрморты. На занятия побывала и наша съемочная группа. Почувствовать себя настоящими художниками. Такая возможность появилась у воспитанников комплексного центра социального обслуживания «Ровесник». На базе Самарского областного художественного музея опытные наставники провели для ребят мастер-класс по живописи. Он прошел при поддержке городской общественной палаты. Это урок, это образование, это правильно и специалисты им подсказывают, как и что делать. То есть эти ребята уже настроены на то, чтобы быть кем-то, владея художественными способностями, дальше развиваться. В выставочном зале лекторий кипит работа. Образец для срисовки – черно-белые полотна современного художника Константина Батынкова. Педагог Любовь Егорова пошагово объясняет ход своих действий и помогает ребятам, если возникают сложности. Перед тем, как приступить к написанию пейзажа, художник продумывает все до мелочей и обязательно делает набросок карандашом. Только после этого переходит к чистовой работе краской. И нам теперь нужно с вами насытить все происходящее мелкими деталями. Намечаем человечков на мосту, людей, которые там идут. Какие-то мелкие детали, столбы там, посмотрите. Задача юных художников – попытаться повторить работы автора на бумаге. Конечно, мы попробовали по меру своих сил, но тем не менее мы изучили технику нахронного письма и создали свои пейзажи. Они сказали, что было интересно, значит, мастер-класс удался. А вот в зале коллекционер – буйство красок. Ребята пишут натюрморт с натуры. Задача нелегкая, рассказывает художник Анна Сливкова. Чтобы работать в такой технике, важно научиться смешивать краски, ведь полотно с красивой игрой оттенков притягивает взгляды. Клади сюда. Так. Капельку кончиком прям, бери синий. Сюда. Мешай, мешай, мешай. Здесь дети пришли, а нам надо написать. И нам надо за час делать картину. Это сложно. Но они справились. Они написали и живописно, и композицию сделали. И вообще то, что это работает с натурой, мне кажется, это очень полезно и важно. По словам организаторов, творческая встреча нашла яркий отклик в сердцах подрастающего поколения. Ведь научиться рисовать может каждый. Главное – желание. Остальное – дело техники. Я сейчас видела глаза ребят, и мне кажется, что в них какая-то невероятная глубина и счастье от пережитого момента. Я очень надеюсь, что это совершенно не последняя встреча такая и с художественным музеем, и с нашими педагогами. И мы снова будем ждать гостей к нам в наш дом. Завершилась творческая встреча, экскурсии. Ребята оценили экспозицию «Русское искусство». Михаил Ермоленко, Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. Красивая обложка, запах типографской краски, новые знания и эмоции. На этой неделе мир отметил День книга дарения. Праздник современный и молодой он появился в 2012 году. Как его отметили в Самаре, узнала наша съемочная группа. Предметный столик, зеркало. То есть мы можем со всех сторон посмотреть на микроскоп. Рассмотреть все детали микроскопа при помощи смартфона и четырехмерного пространства в 21 веке проще простого. В этих книгах плавают рыбы, оживают планеты Солнечной системы, животные и птицы. Если современные дети на происходящее реагируют спокойно, то их родители мечтают отправиться в прошлое, захватив с собой смартфон и красочные страницы издания. Приговаривая, во дворе бы обзавидовались. То, что книга – лучший подарок, особенно такая, по-прежнему считает директор детской библиотеки Татьяна Халитова. Отмечая, что ни одно электронное издание не способно передать запах типографской краски и работу иллюстраторов. Детей, говорит Татьяна Алексеевна, приучать к чтению книг нужно с самых ранних лет. Читающий ребенок обладает хорошим словарным запасом. Грамотно пишет потом в школе. И вот этот процесс чтения, он очень важен. Интеллектуальный процесс для развития творческой личности ребенка. Чтобы читать могли все, независимо от возраста, положения и достатка, ежегодно в мире отмечают День книгодарения. Идея этой даты родилась в 2012 году у английской писательницы мамы двоих детей Эммы Перри. Позже инициативу подхватили писатели, издатели и представители культурных и благотворительных организаций различных стран мира. В этот день принято дарить хорошую, качественную литературу родным, близким и просто случайным знакомым. Своими прочитанными книгами с Центральной городской детской библиотекой сегодня поделились ученики 121-й Самарской школы. Есть такая фраза, что книга – лучший подарок. Слышали такое? Да. В знак благодарности ребятам представили литературную программу «Влюбленные в книгу». Светлана Цой обожает книги с детства, поэтому найти общий язык со школьниками не составило труда. Я вообще очень сильно зачитывала с книгами, меня сложно было от них оторвать. Родители даже ругались иногда. Мама просит прийти помочь, просит о помощи. Я говорю, сейчас еще главу дочитаю и приду к тебе. Я дочитываю главу, понимаю, что мне интересно читать дальше. Она приходит уже через полчаса, пойдем помогать. Ребята узнали, как и когда появились новые книги, услышали об истории создания библиотек и лучших детских изданиях. Несмотря на то, что у каждого из них ежедневно под рукой гаджеты, читать они любят и рассуждают совсем по-взрослому, понимая, что интернет – это ресурс, который может помочь лишь в некоторых случаях. Мне нравится Гарри Поттер, девочка Вера и обезьянка Анфиса, гарантийные человечки и многое другое. Интернет люди создали для того, чтобы он помогал им, а не заменял их. Лекции и открытые уроки, посвященные Международному дню книгодарения, уже имеют свою небольшую историю. Послом ежегодной благотворительной акции «Дарите книги с любовью» с 2017 года является российский актер, театр и кино, режиссер, телеведущий, заслуженный артист России Максим Аверин. За пять лет к акции присоединились все 85 регионов нашей страны, было собрано и передано в различные организации около миллиона изданий, более ста тонн книг. Принять эстафету книгодарения может каждый из нас, тем более, что праздник совпадает с Днем всех влюбленных. А это значит, что книга действительно может стать лучшей валентинкой для возлюбленных, поднимет настроение и обязательно расскажет о ваших чувствах. Ольга Павлова, Игорь Казановский, События. В парке Воронежские озера состоялось первенство промышленного района по лыжным гонкам. В этом году соревнования посвятили памяти учителя физкультуры Николая Вениаминович Давыдова. В гонке приняли участие 23 команды. Мы побывали на соревнованиях и расскажем подробности. Испытать себя, взбодриться на свежем воздухе и вспомнить одного из лучших педагогов. Школьники промышленного района Самары приняли участие в лыжных гонках на Кубок памяти Николая Вениаминовича Давыдова, учителя физкультуры, лицея технический. Воспитанники и коллеги вспоминают его как человека и профессионала с большой буквы. Он сам лыжник, светлый душечеловек. То есть во всех соревнованиях вторая школа принимала участие, потом это стал технический лицей. Я после армии пришел работать в школу. Вот мы на протяжении 20 с лишним лет, наверное, даже больше 25 лет выступали в соревнованиях. Во всем, чем мог, Николай помогал. То есть я просто-напросто честно говорю, слезы это вот. Ну просто вот об этом человеке плохого никто не мог сказать. Коллеги, друзья, методическое объединение учителей физкультуры предложили зимнее первенство района по лыжным гонкам, которое ежегодно проходит в парке Воронежские озера, в этом году посвятить памяти Николая Давыдова. Администрация промышленного района идею сразу поддержала. Среди участников соревнований много его воспитанников. В жизни повезло поработать с таким человеком. Был отзывчивый профессионал с большой буквы. Его очень сильно любили дети. И он работал, полностью отдавая себя своей профессии. В первенстве приняли участие 23 команды по 24 человека. Это ученики общеобразовательных и спортивных школ, учреждений дополнительного образования. В промышленном районе занятия спортом стараются поддерживать. На территории закреплено 27 тренеров по месту жительства. Они работают как с детьми, так и со взрослыми жителями, с людьми серебряного возраста. На всех общественных пространствах – это парки, парк Гагарина, парк Воронежские озера, парк Молодежный, Солнечные поляны – у нас ведут спортивные занятия тренеры по месту жительства. И именно такие виды, как скандинавская ходьба, футбол, общая физическая подготовка. Конечно, люди, не только школьники, выходят из своих квартир и вместе с нашими тренерами стараются заниматься и поддерживать себя в хорошей спортивной форме. Победителей лыжных гонок определят как в личном, так и в командном зачете. Кубок памяти Николая Вениаминовича Давыдова планируют сделать ежегодным. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. О выпуске новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok